я тебя нормальным ребенком родила наворотишь дробь что я не так делаю привет мои хорошие с вами селена и сегодня мы будем красить волосы и вы уже начинаете мне писать силен пора красить волосы ё-моё пора пора да пора но я позвала маму она будет меня красить ура последний раз я красила волосы мамы и последний раз сама красила волосы это тяжело я уже разбалованной и мне очень нравится когда мама красить не волосы сегодня у нас будет супер условия сегодня у нас будет супер условия я русская вообще или нет но сегодня у нас будут Тут суперусловие. Здоровайся, приди, кстати. Ла-ла-ла-ла. Всем привет! Мама уже натягивает перчатки. Перчатки, кстати, мы будем делать методом, которым делали в прошлый раз. Мы будем растягивать, то есть наносить более темный цвет на корни, чем по длине. И вот так вот растягивать цвет. И это можно будет сделать только вот с такими перчатками. Да, не с резиновыми, с целлофановыми. Потому что резиновые будут очень сильно жестко тянуть. Короче, в чем заключаются наши суперусловия? Мама говорит, ну ты подготавливаешься к видео вообще. Да, я на самом деле вроде бы как готовилась, а вроде бы как и нет. Я не посмотрела, сколько у меня краски. А у меня 8,76 красочка Estelle. И только половинка. Прошлую половинку мы вымазали на корни. Но нам вроде бы хватило. Ну, хватило вроде бы, да. Кстати. Я вообще-то придумала сейчас лайфхак сделать. Я говорю, мам, ну вот половинка осталась. Просто как-то кажется, что здесь как будто, знаете, больше из расходов. Но на самом деле по делению у меня здесь вот ровно 60. Еще 30 осталось. В общем, если я сейчас сделаю один к одному, нам может не хватит. Я говорю, мам, давай сделаем один к двум. Оно может даже еще более цвет поднимет наверх. Так что ты думаешь, делать все-таки один к одному или один к двум? Ну, давай сделаем. Или один к полтора сделаем. Ну, давай сделаем больше. Нам нужно сделать чуть-чуть пожиже, потому что краски нету. И надо, чтобы она наверняка хватила. Подержишь вот так, мам? Это я так выдавливала? Мне кажется, что здесь меньше половины. Нет, я выдавливала. Вот, смотри. Я выдавливала. Здесь было больше, мне кажется, здесь меньше половины. Поэтому надо шиже сделать. Ну, давай полтора сделаем. Не один к двуму, а один к полтора. Ну, давай. Просто я помню, что когда я красила в белый цвет, да, и я на корне, вот именно у меня краска была, она один к одному не так работала, как один к двум. Вот один к двум она желтизны не оставляла, прекрасно красила. А один к одному оставляла желтизну. Выдавливаем как следует. Все, силов нет. Ааа, я влезла. Ой, ну как всегда. А что? Ты сделаешь лучше, на. А Кулина пироги пекла, все ворота обмазала, да? На. Давай. Я такая, мам, у тебя, это вообще ты мне. Вообще не знаю. Ты меня родила такой. Ладно, это я тебя нормальным ребенком родила. Блин, опять я, блин, сначала. Давай, давай. Мам. Вытирай. Сначала же нужно было вот это вот отмерить, ё-моё. Как я делаю вообще? Слушай, ну ты блондинка. На глаз сейчас блондил. Куктейль. Давай. Покажи вот, чтобы девочки видели. Я просто профессионал. Профессионал, я работаю на глаз. Мы не отмерили с мамой, поэтому отмеряю. Не мы с мамой не отмерили, отмеряешь ты. Давай уже стрелки, не переводи на меня. Да, 3% беру. Беру 3%, девочки, да. Корни 3%. Так, ну вот смотри, вот так вот типа один к одному, да? Смотри, примерно. Да? Ну давай вот еще вот так добавлю, типа это будет... Один к двум, все-таки, а не полтора. Ладно, мешай, нормально. Я думаю, все. Сейчас увидим на волосах, чем будет. Ну, мам, дает. Все забыла, все забыла. Алло? Звонят мне тут по делам, по всяким. Я же деловала бизнес-леди. Мама все забыла, говорит. Я все забыла, как тебе красить. Давай, короче, ближе к делу. Что-то спешишь на свиданку, что ли? Я врачу спешу. Мамочка, кстати, да, болела. Да, они уже знают, я уже говорила. Уже пожаловалась? Ну да. Ну, вроде уже на поправку идет. Сегодня повторное обследование. Консультация. Правильно мне там все сделают. Это ты забыла, как красить. Сейчас накрасишь. Наворотишь, друг. Что я не так делаю? Пока все правильно. Ну вот и все, я пока что распределяю тут тебе. Мне надо разделить волосы. Ты вспомнила, как работать с моими волосами? Вспомню по ходу пьесы, я думаю. А? Мне даже страшно. С какой мне стороны легче начинать? У меня спрашиваешь? Это, у себя спрашиваю. Или у девчонок? Я думаю, что надо с какой-то стороны начать. Девочки, напишите, с какой стороны маме начать. С какой я ее удобнее, не помните? Все забыла. Все забыла. Сейчас я вспомню. Куда ты какой-то проборчик делаешь? Лишний. Так. Может быть, ты красочку будешь держать, а? Сейчас я хочу, чтобы ты первый прядь сделала, и потом буду держать. Мне контроль нужен. Я когда держу, я не контролирую. Так, намазала корень. Дальше. Дальше как-то так вот. Да. Размываешь границу. Вот так. Вот, молодец. Все, поехали дальше. Ой, я талантливая какая. Да, молодец, давай мне. Держи. Теперь я доверяю тебе, могу закрыть глаза. Включить дом 2. В общем, все. Мы вот так сейчас покрасим все наши корни. Начинаем сверху, чтобы как бы сверху как хорошо прокрасилось. А там сзади, если вдруг что-то не хватит, ничего страшного. В следующий раз мама придет, я куплю уже краску, и она мне как следует промажет. Вот. В общем, накрасимся и вернемся. Пока дом 2 будем смотреть. Да, мама? Да. Ну, мама у меня просто профессионал. Мало того, что она растянула всю краску мне на корни, с ног до головы, так она еще и второй раз прошлась вторым слоем. И сделала подлиннее, да, растяжку сделала? Угу. Вот здесь впереди, вот в этой части. Везде подлиннее. Везде подлиннее сделала, молодец. Ну, все. Значит, мы теперь ждем с вами... Сколько там надо? 30 минут, по-моему, да? Ну, тебе лучше знать. 30? 30-35 минут мы ждем. Потом я иду, все переворачиваю свою голову в ахвариум с рыбками в ванну. Как следует все это, ну, чуть-чуть, чуть-чуть водички добавляю, и как следует все это массирую. И держу еще минут 10-15 для того, чтобы схватились кончики, и цвет был однородным, однотонным. Все, а ты побежала, да? Ну, еще мне рано. Я еще посмотрю чуть-чуть. А, ты... А сколько? Время только час. А, ты, может, еще успеешь, да? У меня есть полчаса. На финал. Ну, ладно, ну, полчаса я только буду держать. Я пойду мыть потом, а то выйдешь. Ну, не знаю, на финал не успею, нет? Посмотри потом. Ладно, посмотрим. Вместе со всеми зрителями завтра увижу. Вот такой вот цвет. В общем, я уже рада, я хочу скорее нормальный, красивый пепельный цвет. Так, ну что мои водички? Мои девочки, хотела сказать. Прошло 35 минут. Сейчас я окуну... Что с моей речью? Реально проблемы какие-то в последнее время. У меня куча мыслей, и я из-за этого не могу сложить, блин, слова. Переверну свою голову и проэмульгирую волосы и вернусь. Так, все, я сделала это. На кончики нанесла. Сейчас похожу так. Минут 10, наверное, и хватит. И пойду смывать. Так интересно, что у меня получилось на голове. Но я еще думаю, что я буду использовать свой синий шампунь Redken и бальзам. Я уже показывала, девочки, у кого вот обесцвеченные волосы, да, то очень хорошо убирают желтизну. Но с обесцвеченных волос, именно которые были обесцвечены порошком, очень хорошо берется пигмент, с первого раза дает оттенок холодный, а со второго раза вообще, блин, голубой прям. Вот, поэтому... А если у вас корни с желтинкой, да, то оно не возьмет. То есть, если у вас корни желтые, может, краска обесцвеченная, да, например, не порошком, а, допустим, по длине порошком, то тогда, где порошком было обесцвечено, оно возьмет, вот, а корни желтые так и останутся страшными. Вот. Поэтому... Можно даже, знаете, мне кажется, вот с этими шампунями и бальзамами, можно, знаете, как делать? Обесцвечено прям порошком, просто волосы. И вместо того, чтобы тонировать цвет, прям просто использовать, мне кажется, вот этот комплекс. И будет счастье. Но мне так кажется, я не пробовала. Так, все, мои хорошие. Прошло 15 минут. Я пошла мыть голову. И когда вверх ногами так мою голову, потом встаю такая, как старенькая бабушка. Кстати, знаете, что я себе купила? Дав, наконец-таки, на озоне. Мне говорили все, закажи на озон, закажи на озон, он там есть. Я уже говорила о том, что это мой самый любимый спрей для волос. Он у меня был, он у меня там на дне заканчивался уже. И вот сколько у меня этих спреев, Эльсеф, Олин, Эстель, куча всяких разных спреев, ни один не делал то же самое. Единственное, что я здесь прочитала, спрей-объем для волос. То есть он вообще, ну как бы тут написано, для корней, то есть он и для корней, и для по всей длины. И вот... Он для корней и для всей длины. И еще плюс дает объем. Запах у него остался такой же великолепный. Давайте вот сейчас я как раз его и затестирую снова. Такой же он вообще остался или нет? Или все-таки изменился? Потому что у него внешний вид изменился однозначно. Немного потрусим наши волосы. Волосенки. Ой, красота. Да, пшикнем, пшикнем. Так. Запах сирени прям. Так, ну чтобы был объем прям вообще, говорят, сюда надо наносить, да? Я только рада объемчику. Так, все, сушу волосню свою. Вся в волосах. Даже не посмотрели с вами на мокрых, что там? На мокрых вроде бы плавный переход, да? Да, как бы уже нет таких корней, как были. Плавный переход. Но сейчас посушится, и вот это должно стать еще светлее. И главное, чтобы оттеночек по длине остался тоже. В общем, сушим. Ну что, мои хорошие, я испугалась. Вот это вот, я подумала, что это моя рука вот так вот лежит. Прикиньте. А руки держу вот так. И вижу, что здесь рука моя вот так. Похренела. Вы поймали этот взгляд мой сумасшедший? Так, смотрите, все. Мне нравится, как всегда. Вот так вот у нас выглядят корни наши. Плавный переход. Да, это, кстати, два способа я знаю, как сделать, чтобы были корни не желтые. Это либо их осветлять порошком, есть пару красочек, но они индивидуально вообще под каждый цвет волос, то есть работают, на каком проценте там все делать. Это краска мут и лонда, по-моему, была хороша, да? Вот, все остальное желтит корни. Это если чистый блонд там делать, да? И второй способ, пожалуйста, немного затемните корни на 2 тона или на 1 тон, а по длине делайте, какую вам надо. И все, и тоже будет без желтизны. Я сейчас этим и занимаюсь. Я затемняю корни, таким образом я готовлюсь к беременности. Да, готовлюсь к беременности. Кстати, почему подготовка к беременности? Тем, что когда отрастают корни твои, в принципе, очень нормально такие смотрятся, потому что у вас тут плавный переход по ходу, да? И все, как бы темнее и темнее здесь становится, потом корни свои отрастают, они плавно сходят. Я, кстати, когда готовилась к беременности, к первой, к своей, я специально сделала амбре. Я была чистая блондинка, я затемнила корни, прям вот так вот. И все, прекрасность я чувствовала, мне кажется, хорошо даже выглядела. Вот, смотрим сзади. Так, вот что у нас получилось. Все, я довольна, оттенок красивый получился, корни плавно переходят. В принципе, я продолжаю окраситься так. Все равно, вот я уже второй раз видео это снимаю, вот именно с этим. Но сейчас у нас отличие было одно только в том, что мы добавили не один к одному, сделали красочку на трех процентов, а один к двум. То есть мы сделали 30 процентов краски и 60 оксида, тройки. Кстати, не забываем, что здесь у меня тройка. Когда я захочу немножко бритонировать свои волосы, сделать более такой яркий цвет, потому что здесь, видите, в основном, конечно, мой легкий-легкий отлив такой вот получился от красочки. Но вообще, если красить 9,76, то отлив такой очень хороший, холодный, классный. Надо будет как-то затонировать мне все волосы, будет круто. Ну, так, в принципе, тоже ничего. К следующей покраске надо подготовиться и взять краску, чтобы не растягивать эту последнюю. Все, спасибо маме. У мамы есть тоже свой канал. Кто еще об этом не знает, ссылку на нее я оставлю под видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. С вами прощаюсь до следующего видео. Вас люблю, целую, будьте красивыми. Пока-пока. Ну и по традиции свет дня. Крылья не мои, я не могу их отбрать на ту крылья, не мои, слов не знаю. С вами был Игорь Негода.